Девушки отдыхают Линь, вот после того, как мы побывали в гостях у нашей следующей героини, у меня сложилось очень двоякое впечатление. Несмотря на то, что она яркая, такая интересная, творческая, при нашей встрече я все-таки почувствовала такой холодок. Ну, ты знаешь, Юль, мне кажется, это связано с тем, что не каждый человек, а уж тем более публичный человек, способен вот так вот сходу открыть свою душу и двери всех своих комнат. Наверное, еще дело в том, что театр, он забирает много энергии, кино забирает много энергии, иногда человеку просто хочется побыть дома. Линь, мы забыли сказать нашим зрителям, что сегодня у нас в гостях яркая, интересная актриса Татьяна Абрамова. Пойдем ее встречать, Татьяну Абрамову. Пойдем. Абрамова Татьяна Альбертовна, российская актриса и певица. Родилась 5 февраля 1975 года в Тюмени. В 1992 году Татьяна приняла участие в эстрадном конкурсе «Утренняя звезда», а в 1994 вышел дебютный сольный альбом «Письмо». Окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов по специальности актер и режиссер драматического театра. Была ведущей ряда телепрограмм «Музыкальный экзамен» и «Шарман-шоу» РТР. Снималась в сериалах «Всегда говори всегда», «Кавалеры морской звезды», «Лебединый рай», «Свой человек», «Жена Сталина», «Иван Подушкин», «Жентльмен сыска», «Классные игры» и многих других. В настоящее время Татьяна Абрамова проживает в городе Щелково. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое, что приехали. Хотелось бы задать такой вопрос. Вы постоянно находитесь в курсе событий, наверное, поэтому у вас в руках так часто можно увидеть айпэд. Ну, во-первых, там все мои переписки, дела и распорядок, расписание дня и месяца. Во-вторых, я не успеваю смотреть совершенно телевизор, я его совершенно не вижу, я в каких-то новостях узнаю из интернета. А в социальных сетях где-нибудь стоите? Знаете, нет, я этим не увлекаюсь, мне не хватает на это времени. То есть, если бы у меня было больше свободного времени, может быть, я бы этим и занималась, мне бы было это интересно. Но, к сожалению, а может быть, к счастью, у меня очень мало свободного времени, чтобы... Нет, они, конечно, помогают, если там срочно нужно кого-то найти или, допустим, кому-то срочно найти меня, да? То есть, то желающий может это сделать, там, не знаю, поздравить меня с каким-то праздником или передать какую-то информацию через Facebook тоже вполне возможно. Татьяна, а общаетесь со своими земляками? Может быть, одноклассники какие-то остались? Я всегда общаюсь со своими одноклассницами, со всеми абсолютно, и с теми, с которыми жила в Нижневартовске, училась там до третьего класса, и с теми, которыми я закончила школу в Тюмени. Вот буквально мы стараемся каждый год, ну, не каждый год получается, но вот в этом году соберутся все мои Нижневартовцы, вот во вторые выходные февраля мы обычно собираемся, и прилетают ребята отовсюду. У нас даже один одноклассник живет в Америке, другие одноклассники, кто-то в Питере, кто-то в Москве, кто-то также остался на севере, кто-то далеко на севере. Ну, стараются все приехать, увидеться. Ну, стараемся как бы по каким-то датам собираться всем как-то коллективам, классам, да. А вообще у меня есть один одноклассник, который живет вот неподалеку здесь, в городе Королеве, который старается собирать нас хотя бы каждый год, вот тоже вторые выходные февраля, ну, сколько человек будет, а вот именно какой-то дате, допустим, в этом году 20 лет окончания школы, да. То есть мы хотим собраться уже большой компанией, чтобы приехало как можно больше одноклассников. Вы одна из своего класса решили стать актрисой или кто-то еще у вас есть? Школы нет, нет, и школы нет. То есть вы одна? Да, школа, да. Вот из музыкальной школы, в которой я училась в Тюмени, там одна из моих одноклассниц, она солистка Мариинского театра в Петербурге. С детства была мечта такая? Я с детства этим занималась и, в общем, какой-то, наверное, другой профессии у меня не могло быть. Ну вот расскажите немножко подробнее, вот вы приехали отсюда издалека, да, как начиналась ваша карьера? Здесь ли она начиналась, либо там вы уже были звездой? Ну, я и говорю, что я всегда занималась этим, и живя еще в городе Тюмени, у нас был детский вокальный инструментальный ансамбль, в котором я была солисткой, и мы уже ездили на гастроли, и тогда еще в Ленинград, катались там по детским пионерским лагерям, давали концерты. И потом я участвовала в различных конкурсах, начиная с «Утренней звезды», и так, в общем, поступательно-поступательно все и развивалось. Потом, когда я уехала в Петербург учиться, в общем, все это так было абсолютно логично и по-другому. А как пришли к актерской карьере? Это было мое постоянное занятие, я всегда этим занималась, и занималась в школе. Мы всегда устраивали какие-то тематические вечера, Петровские ассамблеи, где разыгрывали и Мольера, и что-то читали стихи, пели песни. На выпускном я всегда делала, что в музыкальной школе, что в общевыразовательной школе, мы всегда делали какие-то театрализованные представления. То есть я этим всегда занималась, да, и то, что какая-то у меня может быть другая профессия, наверное, я даже никогда об этом не задумывалась, что может быть какая-то другая профессия. Я достаточно последовательно к этому шла, и чего-то другого, ну, просто по логике вещей не могло быть. А героинь какой эпохи вам нравится играть? Есть ли определенные вот какой-то? Да нет, вы знаете, это нельзя сказать, что вот это нравится, это не нравится. Ну, во-первых, как мне один раз сказал один из моих старших коллег, когда я говорю, ну, вот это мне играть нравится, это мне играть не нравится, он так посмотрел на меня и сказал, Таня, вообще-то это твоя работа, что значит нравится, не нравится. Вот ты придешь к врачу, тебе скажут, врач, вы знаете, вы мне не нравитесь, я вас лечить не буду, понимаете, ну, не нравитесь вы мне. Это твоя работа, ты должна делать и то, и другое. То есть дали роль играй. Ну, в общем, в принципе, да, с одной стороны, это одна версия, да, ответа на этот вопрос, но у каждого свое мнение, да, допустим, ну, я хочу играть то, что мне нравится, да. Вот осталась у меня как бы нереализованная такая мечта, я так и не сыграла роль в фильме о Великой Отечественной войне, да, то там часть отснято было, и половина, больше чем половина, наверное, не было отснято фильма. И фильм, естественно, никто не доснял. Вот осталась такая мечта, и такая вот, у меня интерес к этой теме был всегда, и вот что-то такое я бы с удовольствием сыграла, что-то о Великой Отечественной войне. Если говорить о том, героине какой эпохе больше нравится, вы знаете, может быть, интереснее играть какие-то исторические персонажи, потому что они тебя воспитывают. Да, их интереснее играть, потому что о них нужно как можно больше узнать. Тебе приходится много читать, искать какой-то информации об этих героях, понимать содержание того времени, в котором ты должна будешь существовать. Это достаточно интересная работа и достаточно такая сложная. Это современные героини, ну, меньше нужно затрачивать на это своего личного времени, чтобы понять, почему так или почему иначе, да. То есть это уже и современные костюмы, и все. Исторические персонажи, там, конечно, для меня, допустим, очень много, что играет костюм, да. То есть вот, когда ты надеваешь на себя платье, там, 18 века, да, все фижмы, кринолины, корсеты, ты уже начинаешь себя совершенно по-другому чувствовать, да. То есть ты уже будешь делать какие-то, наверное, другие жесты, другой поворот головы, да. То есть уже как-то тебя костюм обязывает вести себя физически немножко по-другому. И оно вот так наращивается, наращивается, и получается, в общем, такой образ. Всегда очень важна работа для меня, работа именно художников по костюмам, художников по гриму. Это что-то очень много, что значит для создания образа. Ну, а что касается современных персонажей, ну, это тоже, естественно, тоже главный костюм, смотря кого ты играешь. Но здесь проще, здесь ты видишь этих людей каждый день, да. То есть ты берешь характер такой или такой, да, то есть ты за кем-то подсмотрела это, и ты уже можешь это сделать, да. И те же самые жесты, и та же самая походка, и манера говорить, и так далее. А с историческими персонажами, конечно, нам сложнее. Татьяна, а вот бывали такие роли, в которые вы вживались, и очень сложно было вам из них выходить? Например, ну, вот вы сидите, вот ощущаете себе, вот, например, вот этой исторической героини, да, которую вы играли. Бывает такое? То есть приобретаете ли вы черты героини в жизни? Ну, вы знаете, нет, это, конечно, не так, знаете, так можно сойти с ума. Единственное, что я вот повторюсь опять про исторические костюмы, мне просто часто приходится в них работать. Естественно, это осанка, да, то есть вот, то есть прямо держать спину, это, конечно, тебя этому учит, да, и идти с поднятой головой, а не головой вниз, там, да, не сутулиться, это, конечно, вот, дает понятие такое, что такое высоко поднятая голова. Высоко поднятая голова не в смысле? Задранный нос. Задранный нос, да. И тогда понимаешь, как, в общем-то, сложно было жить женщинам в тот период. А вот, чтобы я не вышла из образа, да нет, ну, что, как бы, работа остается на работе. Интересно, что какие-то героини, может быть, тебя чему-то учат, да, ты, допустим, думаешь, вот, как интересно поступила героиня. А может быть, тоже так делать в жизни? Такое иногда бывает. А в жизни вот вы любите наряжаться, платья, салоны, прически? Вы знаете, я, ну, как любая женщина, очень люблю хорошо выглядеть, естественно, красиво одеться. Вот когда я жила в Петербурге, я не знаю почему, но даже когда я еду сейчас туда, всегда хочется выглядеть очень красиво. Наверное, потому что город обязывает. Когда я жила в Петербурге, я всегда ходила в шляпках. У меня огромное количество шляпок, большая коллекция, и я всегда ходила в шляпки, и все они были достаточно уникальные. И город знал, что я иду по шляпкам. То есть, вот, люди мне звонят, ой, вы знаете, а я вас по шляпке узнала. В Москве, может быть, так как город более суетный, более рабочий, такой все-таки деловой, да, немножко обязывает другой немножко стиль одежды. То есть, я не могу сказать, что мне вот здесь хочется одеться как-то очень красиво. Я вот ни разу, когда только приехала, я еще как-то ходила в шляпках, а потом я поняла, что мне это мешает в Москве, да. То есть, ну, может быть, слишком большой город и слишком большая узнаваемость в Москве, она достаточно, может быть, не в плюс тебе играет, да, достаточно мешает. А вы сталкивались когда-то вот с такими вот вещами, когда узнавали, и что-то вот негатив какой-то был в сторону или что-то такое? Как вообще реакция? Ну, нет, негатива я не помню. Дело в том, что очень иногда мешает, когда ты идешь по какому-то магазину, покупаешь продукты, и тебя начинают либо фотографировать из-под тяжка, либо снимать на мобильный телефон. Это, конечно, немножко неприятно, там, что, ну, в общем, можно подойти и спросить разрешение. Когда это делают без твоего дозволения, мне кажется, это неприлично. Ну, естественно, это неприятно. Ну, да. А в театре сталкиваетесь с какими-то вот вещами, когда могут что-то испортить настроение как-то перед репетицией? Ну, вот, с персонала кто-то вообще бывает такое вот, что могут раз так и испортить? Или вы как-то так себя абстрагируете, настраиваете перед репетицией? То есть вот существует ли вот этот коннект, связь вот эта с эмоциональной, с окружающими? Или вы как-то это контролируете? Ну, безусловно, это существует, и, в общем, обслуживающий коллектив, который работает на спектакле, они всегда стараются, наоборот, помочь артисту, сделать все, чтобы было удобно и комфортно. Да мне, в общем-то, сложно испортить настроение, но, то есть, помешать, да? То есть, если я вижу, что мне что-то мешает, я обязательно об этом скажу, и потом это уже будет мешать кому-то другому. Я очень требовательный человек, я всегда укажу человеку на его ошибки, и сделаю замечание, и не буду стесняться в этом абсолютно. И я всегда предупреждаю, я очень неприятна в этом, да. Ну, потому что, ну, неприятно иногда слушать правду, да, о том, что ты делаешь не так. Я просто стараюсь себе не позволять что-то делать не так, да. Вот, поэтому и требую от остальных, чтобы они тоже делали все правильно. Наверное, в этом я бываю неприятно. Да, я очень часто говорю людям правду в глаза. Я не умею говорить за спиной, да, это не мое, деликатничать не буду. Да, ну вот, да, это неприятно. Таня, расскажите про театр. Вот сейчас как складываются отношения с актерами, опять же, как относятся к вам в театре, боятся ли вас, либо там, или там, ой, привет, Таня, там, всегда воспринимают. Нет, я дружу с коллегами, слава богу, у меня во всех спектаклях замечательные коллективы, и очень приятно со всеми общаться. И мы скучаем, когда долго не играем, с кем-то общаемся, ну, даже не с кем-то, практически со всеми общаемся и вне работы. Слава богу, мне повезло, у меня нет таких коллег, которые мне было бы неприятно общаться, нет таких коллег, да, то есть со всеми общаться приятно. Театр это для тех, вот если ты попал в театр вот после института сразу, да, и это вот стал твоим домом, да, твое установление, конечно, очень трудно из него уйти, там, очень многим, да, в общем, уже как-то прижились и так далее. Ну, да, чувствуется это твоя семья, там, еще что-то, ну, еще в зависимости от того, какие у тебя отношения с завтруппой, художественным руководителем, да, то есть это же все очень сложный процесс, да. Ну, естественно, ты находишься в зависимости от этого. Я очень не люблю быть зависимым человеком, и когда сама решаешь, что тебе нравится и какие роли ты будешь играть, это гораздо удобнее. Поэтому антрепризные спектакли, это прекрасно, то, что предлагается, ты всегда можешь выбрать, ты можешь это играть, можешь не играть, да, допустим, надоело, там, потому что встать и уйти просто, понимаешь, и никто себе ничего не скажет. Для вас актриса и артистка – это два одинаковых понятия или разных? А что это разные понятия? Ну, некоторые, вот, например, считают, что артистка – это более такой объемная актриса, вот именно актриса, там, театр, кино. Артистка, допустим, там, кто и поет, и танцует, и играет, а актриса – это вот исключительно. Вы знаете, мне все равно, как меня назовут, да, абсолютно все равно, главное то, что ты делаешь, да, главное твоя работа, и судить тебя будут по твоей работе, а не по тому, как тебя называют, какая разница, как тебя называют. Мне, допустим, абсолютно все равно, вот, да, каких-то там регалий и так далее, да, меня все спрашивают, почему ты не подаешь документы на заслуженную артистку? Я говорю, зачем? Они говорят, ну как, потому что тебе же надо народную давать, а как мы дадим тебе народную, если ты еще заслуженную не получил? Я говорю, а зачем мне народная? Они говорят, ну как, а похороны за счет государства? Да, вы знаете, да, вот ради того, чтобы были похороны за счет государства, я считаю, что у меня нет на это времени сейчас в жизни тратить на то, чтобы получить такие привилегии. А на самом деле, как тебя называют, вот мне абсолютно это неинтересно, да, главный результат, да, главная твоя работа, то, что ты делаешь в кино, то, что ты делаешь в театре, и как на это реагирует зритель. Когда зритель всегда к тебе подходит и благодарит, и ты видишь глаза этих людей, слышишь слова этих людей, ты понимаешь, вот он результат твоей работы. Ну, а ведь награды и премии у вас все равно есть, я знаю, что за фильм, у вас даже есть какая-то очень значимая. Да, ну это конкурсные моменты, когда фильм или спектакль участвуют в каком-то конкурсе, да, в каком-то фестивале, да, это такие моменты. Но это для вас тоже важно? Ну, для меня нет, для меня нет, абсолютно нет. И, значит, премия у Пугачёва тоже, как бы, она для вас не важна, ведь вы получили ее, можно сказать, в начале пути, да? Нет, ну, вы понимаете, тогда это, понимаете, когда это были конкурсы для начинающего артиста, да, то есть тогда еще совсем, как бы, юного, даже еще, может быть, там, не сказать, обучающегося, да, профессии. Это, да, это такие, это начало пути, конечно, как бы, ну почему, как все артисты, как о них узнают, там, и так далее. Это участие в конкурсах, да, естественно, если ты хорошо участвовал в конкурсе, явно ты получил какую-то премию, да, если тебя запомнили, если тебя знают, да, то только поэтому. А потом уже в дальнейшем это не важно, вот для меня это не важно, дали мне, там, премию, не дали мне премию какую-то, за какой-то спектакль, за какую-то роль, да, то есть, ну, не всем просто может нравиться то, что ты делаешь, да, каждого субъективное мнение, да. Я, допустим, считаю, что я делаю это достаточно профессионально и делаю это хорошо, да, насколько я могу. Конечно, безусловно, замечания и помощь коллег более, может быть, старших или более опытных, она всегда помогает. Я всегда с удовольствием воспринимаю такие вещи, к тому же я специально зову на спектакли своих коллег именно с шкурным интересом. Я говорю, понимаете, я же тебя зову не для того, чтобы ты пришел просто на спектакль посмотреть, а для того, чтобы ты посмотрел и сказал, что мне еще нужно сделать, что-нибудь, что я делаю не так. Поэтому вот это, наверное, важно, и самое главное, важно реакция зрителей, реакция людей. А получил ты премию, не получил ты премию, дали тебе звание, не дали тебе звание, вы знаете, вот в моей жизни от этого ничего не изменится, понимаете? Вот ничего не изменится, я не стану лучше играть, я не стану хуже играть на сцене, понимаете? Ничего не произойдет, если она у тебя нет, как бы это тешит только человеческое тщеславие и самолюбие. Ну, я человек без комплексов, я уже достаточно утвердившийся человек в профессии, и мне все равно, даже если мне скажут, что, ой, вот это вот она, вот, ой, да какая она артистка, ну так себе, знаешь? Я понимаю, что для этого человека это может быть и так, что у него такое мнение обо мне. Я не исправлю его никак, нельзя, чтобы тебя любили всех, это невозможно просто. Татьяна, а славы хотели, вот на начальном этапе, хотели ли вы славы, вот именно стать знаменитой? Разумеется, каждый человек, который идет в публичную профессию, он это имеет в виду. Это неотъемлемая часть профессии, неотъемлемая часть. Ну, а тут был такой момент, что вы проснулись и почувствовали себя звездой, или как-то все это постепенно происходило? Постепенно все это происходило, но в какие-то моменты, да, ну вот я не могу сказать, что я проснула. Сейчас уже такого не бывает, да, у нас в стране, потому что достаточно, это раньше такое было, и вот эта вот фраза, она из тех времен, когда у нас на телевидении в Советском Союзе было всего лишь два канала, она оттуда, эта фраза, она проснулась со знаменитой. То есть там, либо все посмотрели фильм, потому что их снимали не так много, да, допустим, вот в кинотеатре шел фильм, он шел во всех кинотеатрах. И актеров, к тому же, было не так много. Актеров всегда было много, просто у нас средств массовой информации не было так много, да, то есть у нас сейчас в кинотеатрах пять залов, да, а раньше в кинотеатрах был один зал, шел, естественно, один фильм вечером, да, и вся страна, как один человек, все шли в этот зал, если фильм удачный, и, естественно, вся страна его буквально за 3-4 дня смотрела, и, естественно, этот человек на следующий день просыпался знаменитым, потому что его уже посмотрела вся страна. Так же было с телевидением, было два канала. А сейчас достаточно огромная информация, и у каждого свои ниши, допустим, кто-то смотрит канал Культура, кто-то смотрит канал НТВ, да, то есть разные люди, разные интересы, и они не соприкасаются никак, и большинство людей понятия не имеет, кто такая я, да, я понятия не имею, кто такие они. Мы можем сталкиваться, допустим, вместе в каких-то программах, и говорят, здравствуйте, извините, а вы кто? Интересно, а я, вот знаете, а я, вот, да. Ну, так звезды болезни болели все-таки или нет? Да, вы знаете, нет, как-то у меня достаточно большой круг был всегда друзей, знакомых, и они были, могу сказать, что там какие-то медийные лица и популярные люди, я больше общалась с ними, чем с какими-то там звездами, то есть, ну, вот какой-то звездной болезни-то нет, но, безусловно, это всегда было приятно, что тебя знают, что тебя узнают, да, то есть, что ты производишь в людях, даешь им хорошие эмоции, хорошее впечатление, хорошее переживание, это всегда приятно, а тут какой-то звездный, да нет, я человек достаточно простой, и тоже люблю, чтобы люди относились как-то к жизни проще. И, опять-таки, я говорю, что вот какие-то заболевания, да, любые психологические, звездные болезни, это психологическое заболевание, они пристают только к тем людям, у которых есть какие-то комплексы, да, то есть, есть какие-то вот в себе невостребованные вещи. У меня, слава богу, таких вот вещей не было, я была достаточно себе свободным и ребенком, и человеком, ну, и, наверное, любимым, я думаю, потому что... Да, конечно, безусловно. Ну, допустим, папа всегда мне в детстве говорил, когда вот там кто-то там говорит, ой, рыжий, рыжий, он говорит, запомни, ты не рыжая, ты золотая. И я как-то всегда к этому относилась совершенно без каких-то обид, и всегда понимала, что это огромное преимущество, что я не такая, как все. Я выросла в Нижневартовске, на севере, на Аби, и у меня из окна было видно Обь всегда, и весной это было такое детское любимое развлечение, когда проходил ледокол, я звонила папе на работу, и говорила, папа, лед пошел, и мы бежали смотреть, как идет лед, потому что это очень красиво, как по Аби идет лед, огромная река, там шли огромнейшие глыбы с мой рост, вот такие огромные шли, глыбы льда, их прибивало к берегу, это очень красиво стоит такой шум, огромный гул такой стоит, когда идет лед. Хотелось бы о ваших песнях поговорить. Вот, слушая песню «Письмо», знаете, я на что обратила внимание, вы не стремитесь попадать, вот как-то вы не стремитесь делать это профессионально с точки зрения выпивания нот, скажем так, да, вы это делаете душой, и каждое вот слово в нем, оно как-то прочувствовано. Я знаю, что эта песня, она и Пугачеву, да, в свое время как-то впечатлила, вот, и хотелось бы мне еще спросить про песню «Анатолий», она кому-то посвящена? Нет, эта песня никому не была посвящена, просто, вообще, на самом деле, стихи попали ко мне достаточно случайно. Девочка какая-то, фанатка, значит, эти стихи просто кинула на концерт, бумажку с цветами. Мы потом даже не смогли найти эту девочку, ни ее имя, ни ее фамилию мы не знаем. Ну, мы там чуть-чуть их подкорректировали, эти стихи, вот, но они сами по себе были достаточно смешны и интересны, и мы сделали такую вот юмористическую песню, и потом песня так ушла в народ, что, в общем, я даже сама не ожидала, что так получится. А вот у вас есть своя публика? Я ее не спрашивала. Вот вы говорите фанаты, значит, существует действительно какой-то фанатский клуб? Нет, ну, вы знаете, раньше это было так популярно, и сейчас, наверное, это менее популярно. Нет, ну, есть, конечно, какие-то поклонники, которые там постоянно пишут, какие-то люди часто ходят там на концерты, на спектакли. Да, но я не могу сказать, что какие-то фан-клубы, ну, да нет. А это чаще женщины или мужчины? Ну, по-разному, и молодые люди, и девушки. А родители ваши песни слушают? Слушали, знают? Нет, ну, конечно, разумеется. Что-нибудь говорят, критикуют? Ну, нет, ну, уже это же давно все это было, какие-то те песни, сейчас уже, ну, совершенно нет, абсолютно. Как вот мужчины реагируют на вас, и много ли вокруг вас их? Поклонников. Поклонников, да. Нет, ну, поклонников всегда было много, они всегда есть, и просто дело в том, что одни бывают навязчивыми, другие бывают наглыми, третьи бывают просто друзьями, вот, которые просто друзья, с ними всегда приятно общаться, всегда приятно встречаться, всегда приятно говорить. Конечно, вот, приятно, когда тебе звонят, поздравляют тебя с праздниками, не забывают, говорят тебе какие-то приятные слова. Да, да, так всегда было, ну, это, во-первых, тоже профессия к этому обязывает, во-вторых, я говорю, очень общительный человек, у меня очень много друзей, очень много друзей, и не просто говорю, что там знакомых, не только знакомых, это именно друзей. Я очень люблю дружить, умею это делать, и стараюсь всегда со всеми своими друзьями встречаться, общественно, меня спрашивают, какое у вас хобби. Вот у меня хобби – встречаться с моими друзьями. Праздники любите? Разумеется, я очень люблю праздники, с удовольствием мы их отмечаем, и с детьми, и всей семьей, и с друзьями, и ездим друг к другу в гости, и стараемся какие-то устраивать и концерты, и выступления. А когда вот приглашаете в гости себе, готовите на всю толпу сами? Да. И любите это делать? Да, я очень люблю готовить, и могу приготовить еду на пол к солдатам, только не просите меня мыть пол. А посуду? Посуду – да, с удовольствием. А вот мыть пол – только меня заставлять убираться в доме и мыть пол. Понятно. А в спортивной есть какие-то увлечения, там, виды спорта любите какие-нибудь? Нет, я не люблю спорт вообще, вот. Но, точнее, как, я замечательно отношусь к спорту, очень люблю наблюдать за ним издалека, вот. А сама, ну, вы знаете, время от времени, смотря, какая компания со мной, если я дружу с компанией, которая катается на горных лыжах, я могу покататься на горных лыжах, если я дружу с компанией, которая катается на велосипедах, я могу покататься на велосипедах, если они ходят на беговых лыжах, я могу походить на беговых лыжах, если они занимаются плаванием, я могу поплавать в бассейне. За компанию я умею делать Единственное, что не заставляйте меня Играть ни в какие игры, что касается мяча Это я не умею Ни теннис, ни большой теннис Ни волейбол, ни баскетбол Я говорю, на пляже Когда меня там кто-то просит Я говорю, ну если вам совсем не с кем играть Я могу постоять Но если вы хотите посмотреть еще к тому же кинокомедию Одновременно, то пожалуйста, поставьте меня куда-нибудь И посмеетесь, очень весело будет Предлагают вам сниматься в каких-то фотосессиях Делать фотографии Вы знаете, на самом деле Я не очень люблю Потому что на это тратится Очень большое количество времени То есть, ну был опыт таких съемок И на это правда тратится огромное количество времени Ну бывают журналы, которые уговаривают То есть в конечном итоге Но я, честно говоря, не люблю Мне кажется, что это бесполезная трата времени И подобный пиар Ну не знаю, это под настроение Иногда может быть Ну а, давай снимусь А иногда постараюсь как-то Ну вот Как вы относитесь к пластической хирургией? Вот у меня такой вопрос Ну вы знаете, на самом деле Это же вещь абсолютно индивидуальная Кому-то это очень нравится Кому-то это необходимо А есть люди, которые на этом зациклены Они на этом больны На своей внешности Я сторонник того, чтобы все было естественно Я вот не люблю каких-то вмешательств Тем более хирургических Потому что, не знаю Мне кажется, что самое главное Это внутреннее содержание человека А если она у тебя богата И достаточно интересна Это все видно в твоих глазах А что уж там с твоим лицом Ну, ребят, надо воспринимать каждый возраст С благодарностью, да Каждое любое время года Надо благодарно принимать Вот И понимаю, некоторым женщинам Может быть, не хочется становиться старше Мне тоже как-то Сначала было очень странно Когда мне лет Там пять назад Уже начали предлагать играть Мам 15-летних детей Я так Вот А потом понимаешь Что, в общем-то, да То есть это уже То есть надо уметь себя перестроить И не надо по этому поводу Комплексовать никогда Ну, раз ты бабушка Раз у тебя родился внук Ну, ты бабушка Ну, что с этим делать Пускай даже если тебе 38, но ты бабушка Ну, так случилось Надо этому только радоваться Вас в людях что-то удивляет? У вас есть такое чувство, как удивление? Вы знаете Очень хочется всегда его испытывать Это чувство Но, к сожалению, в последнее время Очень мало что меня удивляет Очень мало К сожалению, уходит то поколение людей Которые были уникальны в своем содержании Они были уникальны своими талантами Они были уникальны своими познаниями Уникальны мудростью какой-то, может быть, житейской, творческой К сожалению, это поколение уходит Вот всегда встреча с такими людьми Она удивительна То есть Ты общаешься с человеком И понимаешь, сколько всего От него можно Почерпнуть От него Сидишь и каждое слово впитываешь, как губка Человек эпоха Есть такое выражение Выражающее Да, да Ну, не обязательно Просто уникальный человек Таких людей становится все меньше И, к сожалению Удивляться приходится уже вещам Наоборот, менее приятным Чем вещам потрясающим Чтобы тебя что-то потрясло Чтобы тебя что-то удивило Так, что Какие-то такие вещи Хотя Всегда С удовольствием Воспринимаю Если Удивляет Что-то Допустим Наоборот В молодых ребятах Какой-то вот талант Какая-то вот сделанная Хорошо Вещь Какая-то сделанная Хорошо Спектакль Там роль Еще что-то Что-то вот удивляет Но Тоже это происходит К сожалению Не часто У меня такой вопрос Я вот, например Как зритель Иногда включаю канал Какой-нибудь С утра Особенно Там первой половине дня И смотрю Что Ну просто Ужас Честно Волосы дыбом встают Во-первых Снято Как будто ВХС Поставили Пустили Сказали Гоу А потом Набрали девочек С мальчиками Где-то вот На улице Да мне кажется На улице Вы лучше сыграли Но они все Оканчивают вузы Я это знаю То есть Эти люди И они снимаются Совершенно ужасно И то есть Я не знаю То ли они плохие То ли фильм так сделан То ли все вместе Нет Это комплекс все вместе То есть Это именно Делается Продукт Который Достаточно Малобюджетный И он на это Рассчитан То есть Они в своем бюджете Не могут заплатить Большим артистам Но они не собирались Этого делать То есть Изначально берут Достаточно Недорогих артистов То есть Студентов Которых мало опыта При этом Они берут Режиссеров Которые тоже Только окончили вуз Которых тоже Мало опыта Ну потому что Они стоят дешевле И соответственно Они получают Вот такой вот Малобюджетный Дешевый продукт И Этот продукт Показывают Но тем не менее Все равно То есть Какие-то Рейтинги Все равно Наверняка Это получают Поэтому Это и демонстрируется А пока Вот снимают Такие малобюджетные Проекты Эти артисты Молодые Вот они За это время Пытаются набраться Опыта Не знаю Хорошо это Или плохо И можно лишь Там что-то Какого-то опыта Набраться И что-то приобрести Не знаю Мне кажется Что все-таки Мое мнение Учиться надо Все равно У более опытных людей Если тебя окружают Одни Коллеги Которые Не имеют Опыта Никакого работы То в общем-то Ждать от этого Не надо ничего Понимаете Это все понятно Это было Вот у нас Такое время Такой продукт Это такой продукт Он для этого и создается Такой малобюджетный продукт Ну а так В большом кинематографе Вот вы отслеживаете Так чуть-чуть Что снимается Какие-то фильмы Может быть нравится вам Что-то Вот прям действительно В последнее время Как-то расстраивает Вот когда Только Наш кинематограф Очнулся От спячки Десятилетний Стали появляться Какие-то интересные Фильмы Интересные работы Что-то было Интересное Что-то вот Потрясало И все А сейчас Достаточно Плохая картинка По моему мнению Сейчас У нас Опять разделился Кинематограф Значит У нас есть фильмы Которые мы снимаем На потребу Да То есть вот такие вот Тоже Достаточно Однодневные Да Абсолютно Абсолютно Да Проходящие Такие фильмы Потом у нас есть Фильмы Которые снимаются Именно для конкурсных Программ Для фестивалей Да Которые не для Массового зрителя А где вот это вот Посередине Этого нет Да То что вот было бы Интересно посмотреть Чтобы вызвало Какие-то эмоции У зрителя Этих фильмов Опять-таки не стало Да То есть И опять мы у нас Стали Отпугивать людей От кинотеатров У нас люди перестали Опять ходить в кинотеатры По той причине Что Вот они посмотрели Один раз Какой-то такой Фильмик Дешевенький Потом они поняли Что Зачем мне платить Такие деньги Я лучше потом это Куплю пиратскую копию За 100 рублей И дома посмотрю Потому что Ничем не отличается Да Потом Люди Были обмануты Несколько раз Когда в кинотеатрах Стали показывать сериалы Когда людям сказали А продолжение Вы увидите В другой части Люди На 150 рублей Еще раз забили Что это От этого хамства Народ просто Естественно Обалдел Вот И Ну вот Никак Никак у нас Это не получается Никак у нас Ой да как В общем-то И все в нашем государстве У нас все не срастается Никак Руки Для себя На себя Каждый думает О себе В масштабах страны На эту гламурную жизнь Которую снимают Очень часто Сейчас в нашем Кинематографе Смотреть Никто не хочет А с другой стороны Наши кинематографисты Замечательные Которые живут В Москве Да вот Мы не снимаем Гламур Мы вот снимем Про народ Они начинают снимать Сразу чернуху Выход покажите мне Какой-то Дайте что-нибудь Для души Дайте что-нибудь Для сердца К сожалению Не пишется Ни таких сценариев Не делаются Ни такие фильмы Также допустим Не делается Ни фильмы Ни кинематограф Который был у нас Замечательный И просто Вот уже Созданный годами Для детей Замечательнейший был Кинематограф Для детей Ничего сейчас У нас не делается Для детей И наши дети Потом еще Все удивляются Вот они смотрят Смотреть этих Иностранных мультиков По крайней мере Сейчас наши Мультипликаторы Стали делать Хорошие у нас Мультфильмы Честь им Хвала Они молодцы Ребята Всегда рады А вот детское кино Мы очень Всегда переживаем В Орленке Во-первых Мы не можем У нас же там Конкурс И фильмов Идет Это Фестиваль Визуальных искусств И мы Всегда за год Собираем И не можем Набрать Фильмы Для конкурса Количество Хотя бы Фильмов Для конкурса Набрать Чтобы что-то Показать А участники Со всей России Или это Международный Конкурс Да Даже у нас Международный То есть Можно и Да И Странные СНГ И Россия Странные СНГ Но Не всегда Не всегда Удается Найти Какие Их нет Их мало Просто А выходят Эти фильмы Это детские фильмы Они выходят Они не детские Мы даже берем Фильмы Которые Просто О детях Для детей Был потрясающий фильм Называется Слон Они не знаю Смотрели Не смотрели С Сергеем Шнуровым В главной роли Да Вот никто не знает Что был такой фильм Да Замечательнейший фильм Очень интересный фильм Слон Прошел незаметно В нашей стране Вообще Фильм Он для детей Он Даже не для детей Он семейного просмотра Фильм Фильм семейного просмотра Вот он у нас Получил в этом году Премию Никто не знает Об этом Он не был массово показан Он был показан Ну как-то так Незаметно Где-то недельку Его показывали Ну и не во всех Естественных кинотеатрах Как-то так Таня А вот как вы думаете В чем причина Что у нас действительно Пихает информация Не той, которая нужна Потому что это дешевле То есть кормят фастфудом Получается Ну конечно Потому что это дешевле Создать свой продукт И продвинуть его на рынке Достаточно сложно Да У нас все естественно Завязано на финансовом вопросе Никто не хочет финансировать Именно Производство наших фильмов Слава Богу Слава Богу И говорите Всем спасибо Что мы прочитали показывать Рабыню и Заву Понимаете? Зато у нас сейчас тоже Не худшее мыло Стали снимать Ну по крайней мере Уже наше Понимаете? Уже мы не смотрим Бразильские сериалы Таня Таня У вас не было никогда Таких вот сожалений Что вот я живу в России А мне Никогда Нет Я никогда Не чувствовала себя комфортно Ни в одной стране Другой Кроме России Я первый раз поехала За границу Мне было 10 лет Мне было очень интересно Но я могу сказать Что Где-то через неделю Мы поехали По-моему на 2 недели Через неделю Я уже заскучала Мне уже захотелось домой И мне уже было неинтересно Там Так собственно И с любой другой страной Да Есть страны Которые я больше люблю Есть страны Которые я меньше люблю Есть города В которых мне очень хорошо Не в России Мне там нравится Я себя чувствую там Как дома Но жить Где-либо Кроме России Я никогда бы не смогла И никогда не смогу Нам очень приятно Татьяна Что вы живете в России Спасибо вам большое Желаю вам творческих успехов Приходите к нам еще Спасибо Самое главное Очень радостно Что вы живете В Щелковском районе Поблизости с нами Да Так что мы вас найдем Спасибо большое Всего хорошего Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому